добрый вечер друзья как бы сказать закончилась в основном баталия по поводу разлучения детишек их родителей на мексиканские границы это не были люди которые как бы жители мексики которые пытались проникнуть сша со своими детьми это в основном люди уходящие из гондураса сальвадора там еще может быть пару стран где действительно очень хреновая обстановка вот и как в общем то и было понятно с первые секунды значит кризис был создан решениями администрации они требовали какого-то закона что-то якобы законы им не дают делать это как-то иначе дальше закон я якобы законы требует разделять там семьи нет законы не требует значит под давлением значительным давлением республиканцев не демократов конечно но республиканцы понимали что они с этим не могут прийти на выборы то есть это будет не просто поражение это будет сокрушительное поражение поэтому как бы совершенно понятно было что так невозможно и вот они давление такое оказывали на президент и он сломался это пожалуй впервые вот три года как он участвует в политической жизни страны полтора из них в качестве президента впервые вроде сломался вот так раз его сломали это неплохо то есть как бы можно сказать что добро победила зло так в общей такой формулировки значит но это так дальше что происходит завтра завтра четверг и завтра палата представителей будет рассматривать два законопроекта которые там есть для обсуждения оба законопроекта имеют крайне небольшие шансы на успех так скажем не в том смысле что палата представителей его не примет там ни одного не примет вот такой шанс какой-нибудь примет есть шанс что это станет законом отсутствует потому что это еще должен сенат как-то к этому подключиться сенат без десятка демократов которые поддержат ничего сделать не может для того чтобы демократы поддержали над какую-то кость бросить если им бросить кость тогда трамп уже может не подписать как бы мы видели это все уже буквально несколько месяцев назад феврале то тоже самое абсолютно тот же процесс происходил он совершенно никуда не сдвинулся то есть думать что что-то кардинально изменилось я не вижу пока не нет сигналов таких но тем не менее то что в обществе обсуждается иммиграционная такая повестка дня это интересно и похоже что многие говорят сейчас кстати что администрацию как бы республиканской партии они собираются такую жесткую позицию по иммиграционному вопросу вынести на выборы ноябрьские меньше пяти месяцев осталось вынести туда на выборы и вот идти вот с этим вот хотя казалось бы они могли бы выйти там по экономической линии вот эта реформа налогов там и так далее но как бы сказать нет большой популярности вот у этой экономической линии которая проходит то есть казалось бы вот но казалось бы вроде все хорошо но вот не популярно там где-то примерно половина населения в целом поддерживает а вторая по в целом нет недовольны чем-то я не знаю у них свои причины я лично доволен и друзья не вижу в этом никакой связи там конкретно с трампом или там с действующей какой-то администрации но последние там года даже не знаю три четыре пять шесть очень все замечательно так потихонечку она улучшается улучшается я не могу сказать что смена администрации как-то вообще повлияло на этот процесс на на рынок ценных бумаг повлияла там там бум такой пузырь очень мощный но так вот на нашу жизнь практически нет но тем не менее вот есть люди как ты там что ты мне все-таки не нравится и говорят о том что вот явно белый дом администрации пытаются упор сделать на эмиграцию но дело в том что тут есть другая другая группа людей которые говорят вы знаете что нельзя так серьезно относиться к тому что делает трамп потому что скорее всего никакого плана у него нет и никого вокруг у него нет то в состоянии планировать то есть все это такое импульсивно и в общем трудно даже представить что будет завтра и как это все изменится и в общем не то что вот он планировал иммиграцию сделать центральным пунктом в повестке дня но значит что происходит большое давление сейчас в в палате представителей в том плане чтобы принять реформ реформу реформу принимать они будут усилиями одной партии и по большому счету если так уже вот по серьезному взрослые разговоры вести ничего в этой стране практически за редким исключением за редким исключением не состоялось без того чтобы обе партии как то посотрудничали над тем чтобы это состоялось то есть как будут усилия шли с двух сторон были некоторые вещи которые шли усилиями одной партии например скажем вот эту медицину по возрасту и в элфер систему элфера это в свое время усилиями демократов вот эта медицинскую реформу у республиканцев очень в оппозиции были они так проводили очень сложными маневрами там очень давно сколько лет прошло там 50 вот а так в основном договаривались и и она работала если не договариваться то не очень работает но вот в данном случае делается попытка обойтись без договоренности это примерно то же самое что сделал обама со своим обама киром и вот мы все видим что из этого получилось вот они сейчас пытаются идти по пути обамы значит с иммиграционной такой повестка дня ну хорошо допустим вот два законопроекта есть и один законопроект но очень такой экстрим там вот этот вот freedom какус я говорил что это примерно там 15 процентов чуть меньше членов палаты представителей вот они таким правым крылом таким ястребиным вот и но это все-таки 15 процентов это все-таки не 50 и тем более не 80 так что в общем-то сторонников этого дела мало и законопроект который с их стороны идет он очень экстремальный например вот я могу сказать что просто вы понимали что легализация этих даковцев молодых людей которых привезли привели в детском возрасте в сша которых защитила депортация указ обамы вот это дака имейте ввиду что в стране 80 процентов населения поддерживают защиту этих людей от депортации 80 процентов поддерживают но как вот к этому подходят значит freedom какус и с этим проектом они говорят ну хорошо мы не хотим чтобы они действительно их выгонять из страны но мы им будем давать на шесть лет такую временную визу которая позволяет жить работать и эта виза будет каждые шесть лет автоматически продляться автоматически но мы не запрещаем им стать гражданами в каком-то другом там смысле green карту получить стать гражданами могут жениться они могут это может по рабочей визе как-нибудь какие там есть способы вот но во всяком случае такого естественного перехода в green карту и в гражданство у них нет живите на здоровье но не больше того в обмен за это они говорят вот за это в обмен значит вы нам тогда дайте там 25 миллиардов на стену ну президенту он хочет закрыть семейную иммиграцию и грубо говоря у половинить у половинить легальную иммиграцию и закрыт лотерею green card вот так такая примерно программа она не пройдет это как бы известно она у нее шансов нет никаких есть 2 2 законопроект который как бы такой можно назвать его компромиссным совместным это значит что часть людей из этого freedom кокоса но не все но часть готовы и за второй проект тоже проголосовать второй проект он так хитренько поступает он охватывает не те 700 тысяч даковцев которые вот там есть а он охватывает это миллион восемьсот тысяч человек на миллион на миллион человек больше он дает им тоже такую визу но не 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 просто так вот а такую визу специальную которая раз 6 лет значит сама обновляется и с этой визы можно получить green карту и можно потом получить гражданство и она будет там как бы там больной системы то есть там за образование за там что-то там делаешь и так далее то есть какая то есть система баллов которые ты можешь набирать почему их стало миллион восемьсот они 700 тысяч потому что freedom кокос говорит что мы не хотим для вот них создавать какую-то отдельную группу иммиграционную поэтому это должно быть шире чем эти люди уже они как бы в принципе против того чтобы выделять какую-то специальную группу но из-за и цена этого это то что их становится не 700 тысяч а миллион восемьсот хорошо вот эти миллион восемьсот получит возможность получать грин карту там и тогда это компромиссный вариант кто-то из freedom кокоса за это голосовать не станет а какая-то часть вот значит станет и такой прорыв я и что это прорывом на республиканской стороне они сдвинулись с точки мертвой консервативные и умеренные они вот как-то так заговорились безусловно там есть пароль вопрос том что насколько этого прорыва достаточно для демократов чтобы присоединиться но я напоминаю что сломалась вот возможность компромисса сломалась вот чем демократы говорили пожалуйста мы в обмен на легализацию вот тех семисот тысяч там значит даковцы ну полную легализацию чтобы грин карты дали потом гражданство и тогда мы пожалуйста готовы там дать вам денег на забор то есть нет проблем но президент трамп он как бы говорил нет но это маловато он ведь вы давайте в нам еще семейную эмиграцию грохнем давайте мы еще грохнем это лотерею green card и так далее так далее ну и вот вот тут у него не получилось то есть он как бы на одну чашку весов пытался слишком много положить вот и не не получилось у него поскольку весы контролирует не только вода там еще люди есть не вышло что еще президент трамп он как бы с одной стороны он говорит что я любой решение ваше поддержу но вчера во вторник он встречался с республиканцами в конгрессе там правда как бы ледь мотив такой серьезный был вот с этими разлучением детей там с родителями и так далее но от него ждали что он четко даст какую-то инструкцию ну они готовы вот для него но он но не это ну скажи что ты хочешь и он в общем так не очень внятно но как-то вот он все-таки намекнул что он за компромиссный вариант почему за компромиссный потому что тот я тут-то-то по-любому не проходит но то есть бессмысленно 5 от него ждали инструкции каких и у него есть возможность у президента трампа есть возможность своим весом и своим авторитетом надавить там куда-то вот поэтому особенно вот эти люди из фридом какус которые его поддерживают в общем то они они самые ярые поддержать или трампа а те которые может быть воздержались бы голосовать и компромиссный вариант они может быть пошли бы но просто потому что вот он говорит ребята надо да и еще раз они должны своим большинством проголосовать они на демократов рассчитывать не могут то есть они не дают им ничего такого чтобы их привлечь вот поэтому на сайте недостаточно предлагают так так я понимаю вот удастся ли им в одиночку провести этот законопроект не исключено что удастся вот как бы я сказал удастся но дальше то что получается дальше он должен отправиться в сенат тут очень сложное положение у руководства республиканцев в сенате дело в том что господин макконнелл который там за старшего он категорически не хотел чтобы до выборов вопросы иммиграции вообще проникали в повестку дня вот этого дела это токсичная штука она ссорит людей она напрягает кого-то она вызывает негативизм со стороны там скажем латинос которая растущая группа там среди участников выборов и так далее вот не хотелось ему этого но если вот давление такое идет да вот если палате представителей закон приняли соответственно президента что давид соответственно они должны пойти в это самое обсуждение а вы имеете ввиду что что у них реально впереди вот июнь сегодня там какой 20 ну считайте что июнь закончился практически вот они еще на этой неделе там эту иммиграцию пообсуждают и неизвестно сколько времени займет может быть за один день то у них и не получится короче считайте что июне шоу в палате представителей тогда что дальше в августе они на каникулах в сентябре у них очень токсичная тема это обсуждение бюджета на следующий год и поскольку трамп требует денег на стенку мексиканскую и для него это вопрос как бы такой острый актуальный то говорят о том что может возникнуть противостояние на уровне того что он не подпишет бюджет без этих денег и будет опять страна останется без бюджета и вот что такое остренькое прям под выборы знаете хорошо тогда вот не подписывается бюджет страна вступает без бюджета значит government shutdown и тут выборы в этот момент это конечно очень очень такая интригующая схема и ну чего бы им хотелось там в сенате они бы потихонечку там утверждали там есть должности например там федеральных судей очень много много есть работы такой текущей где утверждают этих судей это тоже время это какое-то обсуждение там голосование процессуальные вопросы то есть есть чем заняться не то чтобы допустим сенат вот думал чем это вот эти заняться но дальше что начнется начнется обсуждение иммиграционной тематики значит явного прохождения там нету вот так чтобы вот поднять то что примут в палате представитель значит надо тогда делать свой какой-то законопроект соответственно какое-то время на это нужно и тот законопроект который пройдет в сенате будет намного более либеральным чем то что принимается палате представители это как бы совершенно очевидно тогда вопрос вообще подпишет ли это президент потом значит если она пройдет должна возникнуть согласительная комиссия которая сведет все это вместе потом опять должна каждая палата отдельно проголосовать потом президент должен подписать эти то есть такая хренатень и все это в общем то уже выборы вот они уже вот выборы еще тут месяц значит они должны быть на каникулах они могут и не поехать на каникулы у них бывает такое что за какие-то актуальные вопросы они каникулы свои профукивают ну в общем вот такая тугомотина тягомотина я думаю что поскольку мы с вами интересуемся иммиграционной тематикой то мы будем посматривать если что я хочу заранее сказать что мы не ожидаем никто сегодня вот не ожидает и мы с вами в том числе что какой-то такой прорыв возникнет что они договорятся раз что смысле и сенат и палата представителей и сенат и президент и все это вылезет какой-то компромисс да еще и перед выборами да еще и в ситуации когда и одна из сторон ищет конфронтации потому что она демонстрирует что она проявляет твердость именно в конфронтации врагов надо создать там и так далее как представить что это может все пройти и слиться в таком мирном найти едином порыве я если даже представить не могу но в общем вот наблюдаем но если они до чего бы то ни было договорятся вместе вдруг вот это все произойдет то это произойдет за счет лотереи green card то есть как бы так получается то есть я не знаю семейная иммиграция может быть гораздо ближе но вот так вот люди не могут привести там брата или сестру это все-таки гораздо более острая тема люди уже граждане сша и вдруг они не могут родственника привести это не то же самое что там скажем какая-то диверсификация тем более что визы с лотерея green card хотят перебросить на другие иммиграционные программы вот по плану республиканцев в палате представителей чтобы там ускорить какие-то еще процессы то есть они не пропадают они где-то там просто вдруг по-другому будут работать поэтому в общем если что-то произойдет то у green card лотерея будет первой жертвой так так бы я сказал но я не вижу как это может произойти честно хотя мы все понимаем что время такое и амплитуда возможного настолько широкая и настолько непредсказуемая что вот это делает ну как бы наблюдение осмысленным да есть 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 интерес есть смысл смотреть вот мы смотрим хорошо счастливо